За последние выходные зарегистрировано в целом по краю чуть меньше чем 500 случаев, 75% из них это город Хабаровск. Безусловно, также достаточно большое количество случаев это город Комсомольск на Амуре, это два таких у нас лидера. И ситуация сейчас достаточно напряженная. Что по коечному фонду, насколько он сейчас заполнен? Коечный фонд в крае в целом заполнен чуть больше чем на 80%, но этот вопрос очень жестко мониторируется и правительством Хабаровского края, и Минздравом Хабаровского края. То есть в случае необходимости готовы сейчас уже резервные койки, которые в любой момент, в течение суток, они могут быть перепрофилированы экстренно и переведены именно для оказания помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. По сравнению с прошлыми выходными, ситуация как? Так же примерно больше, меньше? Вы знаете, где-то, наверное, примерно на том же уровне, то есть чуть больше, чуть меньше, чем 230 человек в сутки, но на протяжении недели где-то уже в крае у нас регистрируется такая заболеваемость. А можно сказать, что на выходных больше случаев, чем по будням? Нет, примерно стабильная сейчас цифра, но все-таки это достаточно большая цифра, особенно если нам посчитать на 100 тысяч населения, то для нас это много. Мы где-то, наверное, сейчас 15 регионов с максимальным суточным приростом. Скажите, пожалуйста, на днях у нас вышло постановление, не постановление по всей стране, что коронавирусных больных теперь можно будет оставлять на дому лечиться, только если есть отдельная комната, если это не коммунальная квартира, не вся семья живет в одном помещении. Это приказ Минздрава Российской Федерации. На самом деле раньше было так, что пациенты выписываются только с двумя отрицательными результатами из стационаров на амбулаторное лечение. Сейчас стало чуть больше, мы стали знать о заболевании, уже достаточно четко разработана схема лечения, с тем, чтобы обеспечить максимальное количество нуждающихся пациентов стационарной помощи, кислородом, тех, кто это нуждается. Сейчас приняты такие решения, что можно выписывать на амбулаторный этап, не дожидаясь отрицательных результатов тестирования. В тех случаях, о которых вы сказали, то есть пациент может изолироваться дома сам, у него есть какая-то комната, у него нет в семье лиц старше 65 лет, с ним совместно проживающих беременных женщин. Это не общежитие, не гостиница, не коммунальная квартира. Это как-то скажется положительно на количестве койек в больницах? Ну, увеличится оборот койки, то есть пациенты не будут занимать койку только из-за того, что они, собственно, уже выздоровели и ждут результатов анализов. То есть, естественно, пациенты будут выписываться по клиническим показаниям. Это несколько, я думаю, облегчит ситуацию. А вот тесты у нас в течение скольких дней ждут обычно результатов? У меня знакомые, которые заболели, говорят, только через 10 дней. Ну, есть разные категории пациентов, да, есть разная приоритетность, то есть есть пациенты, которые идут там для госпитализации в стационар, там в течение 7 дней годен результат теста. То есть тут дифференцировано все происходит. Хорошо. И вот в заключение можете, пожалуйста, проговорить про наши скорые помощи многострадальные? Вот, как я понимаю, люди, даже те, кто чувствует себя, в принципе, хорошо, но есть какие-то подозрения. Помимо вот такой вот эпидемии инфекционной у нас сейчас параллельно развивается и добавляет в ситуацию сложности. Это эпидемия вот таких вот панических настроений, страхов, ужасов, причем она проявляется не в разумных мерах защиты, да, вот как мы с вами стоим в масках, это разумно. А в панических настроениях внезапных при там малейшем чихе вызывать скорую, вызывать МЧС, вызывать волшебников на вертолетах. Ну, в общем, наверное, это все-таки не очень правильно, потому что ресурсы такие, какие они есть, они работают с максимальной нагрузкой. Медики тоже люди, они болеют. Болеют не только коронавирусом, не столько коронавирусом, есть и другие разные заболевания, да, просто у кого-то не справляется сердце, у кого-то там еще какие-то болезни. Поэтому, ну, просто давайте будем людьми, давайте будем сочувствованы с пониманием и как-то по-взрослому относиться друг к другу. Спасибо большое.